Добрый день. Библейский портал Эсгет. На портал поступил такой вопрос. Как отказаться от негативных привычек? У каждого человека есть какие-то привычки, с которыми он живет, к которым привык, который любит больше себя, дорогого. Эти привычки, как говорят, становятся его второй натурой. Так вот, любая привычка, хорошая или плохая, она может быть человеком оставлена только в одном случае. Если человека своего лексикона выкинет на помойку слово «могу» или «немогу». Давайте почитаем апостола Павла. Сегодня говорит апостол, позволительно, но еще полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Помню, у нас на севере была баба Женя, старая такая, старая. Когда мы с ней познакомились, у нее 53 года стажа курительного было. Она была такого темного, угрюмого вида. Мы с ней поговорили всего 5 минут. Она говорит, не могу, сынок, курить бросить. Я говорю, давай так. С этой стороны лежит пистолет Макарова, с этой стороны пачка сигарет. Патрон в патронник, закуривай. И сразу на тот свет. Она задумалась. Я когда через месяц приехал, у нее щечки розовенькие были. Я говорю, ну как, бабушка, не померла за месяц? Она говорит, ну как тут помрешь? Говорит, как курить захочу, так тебя, дурака, с пистолетом вспоминаю. Так вот, если человек не руководствуется в своей духовной жизни понятием могу или не могу, он все превозможет в укрепляющем меня Господе. Представьте на секундочку, что к вашему ребенку подошел немец с автоматом, патрон в патронник и говорит, еще раз закуришь, застрелю твоего ребенка. Кто будет курить? Ни один нормальный человек не будет продолжать этой гадости. Почему? Потому что жизнь твоего собственного ребенка, она важнее, чем те внутренние твои проблемы, которые тебя раздирают. Раздирают, раздирают, но не больше трех дней не будут тебя раздирать. Все, чисто физиологически, а чисто психически. Мне, конечно, в свое время Господь помог тоже через батюшку понять про эти вредные привычки, самое главное. Самое главное, что нет слова, не могу. Есть слово, плохо хочу. Вот надо хорошо захотеть и попросить Бога, чтобы Он дал возможность мое хотение реализовать. Только всего. Не дожидаясь ни немца с автоматом, ни рака четвертой степени, никаких других кирпичей, которые могут свалиться на голову. Лучше самому и добровольно. Помоги Господи.